Никто так не ценит продукцию венсповского рыбного комбината «Шпроты», как россияне, белорусы и украинцы. Однако активное латвийско-украинское экономическое сотрудничество наблюдалось и в отрасли машиностроения, металлообработки и логистики. Например, венсповский сварочный завод принадлежит украинским предпринимателям. Арнис Январс – представитель пяти предприятий, связанных с транзитным бизнесом. Говорит, что после кризиса 2009-2010 годов в международный бизнес с миллионным оборотом снова вмешивается политика. Пострадают те люди, кто связан с транзитным бизнесом. И мы тоже связаны со сферой транзита. В этом году, если мы хотим работать как в 2013-м, нам надо рассчитывать на объем размером 50 миллионов. Но в данный момент, когда мы начали закупки, выяснилось, что цены на сырье повысились на 10%. На сегодняшний день этого не чувствуется. И нет никаких признаков каких-то указаний, политических указаний об ограничении каких-то экономических отношений. Но, конечно, ситуация на Украине, очень глубокий экономический, социальный и политический кризис, он, конечно, существенно сужает внутреннее потребление Украины, дезорганизирует производство, экономические связи. И, кроме того, то, что Украина будет вынуждена покупать газ за реальную цену, создает ситуации, когда там, где газ является сырьем, он подорожает, значит и продукт подорожает. Это касается и омняка. И я думаю, что может создаться ситуации, когда омняк, производенный в Украине, будет неконкурентоспособный по мировой цене. Немаловажен также вопрос безопасности. Многие предприятия, которые представляет Арнис Январс, относятся к опасной группе. Грузы легко воспламеняющиеся, ядовитые и взрывоопасные. Все, что ввозится и вывозится с территории, контролируется государством и кодексом порта. Все, что происходит в воздушном пространстве, к сожалению, у нас нет такого персонала, который может это контролировать. Мы надеемся, что те институции, которые надзирают за тем, что происходит в воздушном пространстве и прибрежной зоне, выполняют это на достаточном уровне и согласно законам государства. Сейчас большие трудности предприятиям доставляют курсы украинской и российской валют. Сами украинцы говорят, что Латвия неизбежно оказалась на пересечении дорог. Наши соседи и запад, и восток. Вы находитесь в таком себе центре Северной Европы, от вас очень близко, соответственно, Германия, тоже может быть Санкт-Петербург, Москва. Я считаю, что у вас здесь достаточно интересное место для такого развития сотрудничества. Опрошенные нами предприниматели рассказывают, что дальнейшее развитие событий на Украине предугадать сложно, поэтому сейчас трудно рассуждать на тему того, насколько сильно это затронет бизнес. Если в Одесский припортовый завод по какой причине прекратит свою работу, чтобы у нас было хорошо, тогда нам будет очень много работы. Если появится дефицит амминяка, то может произойти снижение экспорта амминяка через Венспольский терминал. По мнению председателя правления Венспольского свободного порта Айвара Лемберга, есть один нерешенный вопрос – вопрос энергетики. И это результат недальновидной, безответственной политики государства. Если не поставляется газ, не производится электроэнергия, значит нет газа, нет электроэнергии, сколько может просуществовать такое государство? Считанные дни. И эта проблема не решает 100 американских солдат или 100 тысяч, даже больше, они будут потреблять электроэнергии. Так что это не решить количеством автоматов или пулеметов, ведь даже ракет. Это вопрос совсем другой. И альтернативы в Латвии нет, и с этим надо считаться. Именно экономические рычаги и энергетика меньше всего защищены, и это никак не относится к военным базам в Латвии. Мы можем возвратиться как бы в каменный век. Таким образом? Реально. Без электричества. Вы имеете в виду энергетическое безоцепие? Ну, а это сразу распространяется на все отрасли. Руководитель Венсполского свободного порта считает, что участие в НАТО – это гарант внешней безопасности Латвии. Но одновременно с этим важно также укреплять экономическую безопасность и внутреннюю стабильность в стране. Военные базы НАТО не решат вопросы независимости и внешней политики Латвии.